Орловский экономический форум 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 Там построены лучшие условия для детей, где детям доступны все блага, причем бесплатно, по сути дела, завершаем строительство в лучшей стране школы. Этот коллектив показывает пример, как можно даже в нынешних условиях решать самые сложные проблемы. Мы предложили президенту в наших хозяйствах провести государственный совет и готовы отвечать за наше каждое действие, потому что оно поддержано коллективом и в этом заинтересована вся страна. Вместе с тем я сегодня обращаюсь к вам, будет опубликовано мое прямое обращение к гражданам страны и беспокойство в связи с тем, что партия власти не использовала возможность для проведения полноценных дебак. Мы приглашали председателя правительства Медведева принять участие. Надо отдать должное, и телеканалы, и информационные агентства представили свои площадки для проведения дебатов. Может быть формула, конечно, ущербная, вот тебе 30 секунд, вот тебе 2-3 минуты, расскажи, как ты будешь решать проблемы национальной безопасности. Даже на плохом КВН вам дадут 5 минут для более качественной подготовки и изложения своих проблем. И тем не менее партия власти отказалась нормально участвовать в дебатах, а правительство спрятало за спину президента. Мне кажется, это с одной стороны недостойно, потому что президент обязан быть главой страны и представлять интересы независимо от партийной принадлежности всех граждан державы. А с другой стороны, нечего Единой России обваливать и рейтинг президента, потому что по последним опросам у Единой России практически везде меньше 40%, но решили прислониться к президенту для того, чтобы спрятаться от своей беспомощности. Меня больше всего, как опытного политика, возмутило и удивило, что мы, предложив программу, предложили провести полноценные встречи и дебаты по всем главным направлениям. Но они по одному, они не вышли. Мы представили свой закон образования для всех, который гарантирует каждому вплоть до высшего бесплатное образование и первое рабочее место. Мы представили наш уникальный опыт, когда Жаре Салферов, Нобелевский лариат, создал лучшую в стране школу, где общеобразовательная школа соединена с высшей, с наукой и опытно-экспериментальным производством. Эта его школа является уникальным достижением нашей державы и, тем не менее, никакой реакции. Мы внесли предложение расширить возможности народных предприятий и создать во всех субъектах подобные предприятия, которые давно бы нас избавили от продовольственной зависимости. Если создать такие предприятия хотя бы по пяточку в каждом субъекте, мы бы завалили свои приравки достойной продукцией и кормили бы еще 500 миллионов. Этот доход был бы гораздо выше, чем от нефти и газа вместе взят. Тем не менее, и на это не пошли. Мы предложили более честную формулу проведения выборных кампаний. Вместо этого на места сброшены установки, выждавить любой ценой нужный результат. То, что творится сегодня, на местах сверху прикрылись обещанием президента честных достойных выборов. В том числе избирательной комиссии. А внизу творится то, чего не было даже в 90-е годы. Абсолютно грязная, омерзительная по сути кампания, где нет нормального диалога. Где любой результат, который вызывает сомнения у партии власти, где есть возможность победить, немедленно или обжалуется в суде подставными лицами, или начинается преследование. У нас впервые за все выборные кампании сняли двух руководителей партии с выборов. Абухова, секретаря по выборным кампаниям, депутата, доктора политологических наук. Хочу вам сказать, похоже, что ни украинская трагедия, ни лихие 90-е партию власти ничему не научили. Я впервые в политической жизни встречаю, когда партия провалившая, полностью провалившая, все финансово-экономические показатели, обесценившие рубь двое, только у нас такой обвал финансов. Партия, которая с 2012 года рухнула с 3% роста темпов промышленного и в целом валового продукта до минус фактически 4%, тем не менее претендует на победу любой ценой. Это и есть подрыв стабильности, о которой все мы печемся. Вот и наплевательское отношение к бессмертному полку и возвращению Крыма и Севастополя, потому что такая политика, кроме раскола в обществе, ничего другого внести не может. Я призываю руководителей на местах одуматься. У них была возможность. На прошлых сентябрьских выборах, когда в Иркутской области партия власти все вложила, чтобы сломать нашу команду, они в первом туре получили 49,6%. Мы отстали почти на 15%. Я сказал, второй тур вы уже никогда не выиграете. Они говорят, неужели полпроцента мы не сумеем приписать? Я говорю, не сумеете, вы уже 15 приписали. И когда на второй тур пришло в два раза больше избирателей, тогда судьба решилась справедливо. Наш победил с отрывом в 10%. Поэтому я официально через ведущие телерадиокомпании, агентство призываю граждан, не отсиживайтесь. Вы отсидели в 91-м, потеряли страну. Не отсиживайтесь. Вы в 93-м не спасли советскую власть, теперь расплачивайтесь. Не отсиживайтесь. Вы в 98-м году потеряли все свои деньги. Если дальше этот финансо-экономический курс а-ля Кудрин будет продолжен, то неизбежно возвращение в 90-е самыми тяжелыми последствиями. Партия власти 600 миллиардов долларов резервов профукала 200 миллиардов. Ни в одной отрасли не стало лучше. Если еще профукуют в ближайший год 2-200, то платить ни пенсии, ни стипендии, ни зарплаты будет нечем. И каждому гражданину советую задуматься над одним очень маленьким вопросом. Если партия власти не может старикам, где средняя пенсия 10-12 тысяч, дать перед выборами по 5 тысяч рублей, отняли у них по 20, по 30, а то по 50 тысяч, в результате, что они проиндексировали. Если она не может вам дать по 5 тысяч рублей, значит положение у нее архипаршивое. И оно не изменится при таком финансо-экономическом курсе. И никакие городские выборы ей не помогут. Мы все должны с вами дорожить честью страны. Мы готовы к нормальному диалогу и поддерживаем все инициативы во внешней политике, укрепляющей безопасность страны. Но нынешний финансо-экономический курс, которым ведет партия власти во главе с Медведевым, Улюкаевым, Кудрин и Мижа с ними, он неизберно снова вернет нас в 90-е годы. Думаю, никому не хочет туда возвращаться. Еще раз взгляните на ридную Украину и поймете, что там происходит. А лучше внимательно изучите опыт братской Белоруссии. Она покажет, как надо выходить из кризиса, удваивать объем производства, а не сползать ниже. И последнее. Из 20 стран, которые недавно были в Китае, а Китай имеет самые высокие темпы экономического роста, социалистический, коммунистический Китай сегодня вытаскивает мировую экономику из тяжелого кризиса. У него почти 7%. Из 20 стран только у нас. Только у нас. Отрицательные показатели в развитии производства. Все остальные хоть понемножку прибавляю. Нам надо исправлять это положение бюллетенем, а не булыжником и винтовкой, как сегодня происходит на Украине. Мы призываем честным и достойным выбором. Но мы подготовили 500 тысяч наблюдателей на 95 тысяч участков. И будем защищать в рамках закона свои голоса и своих кандидатов, так же, как наши отцы и деды это делали в 41-м и 45-м. Продолжение следует...